добрый день дорогие друзья сегодня приехал морик чисто мужской компании хотим посидеть жен нету отдохнем от них по чуть-чуть друзья всем привет как чиха сказал вот заскочил в гости чиха тут готовит вкусное блюдо сказал будет супер будем пробовать всех благ вам и тебе море спасибо взаимно за встречу домашний люблю я когда ты приезжаешь чё готовишь чиха грибуху помыл почистил а ты ее вымачивал да со вчерашнего да вымочил хорошо только пожарить осталось и покушать и закусить да да друзья нарезаем произвольной форме да я думаю произвольной форме даже если порезать ничего такого нету на улицу сегодня как говорится не стали выходить для разделки у нас лютый мороз стоит минус один для нас для нас это холод поэтому сейчас как чиха предложил быстренько здесь разрежем нарежем ну естественно готовить будем на улице в чугунном казане правильно конечно я уже как говорится там всю черную работу сделал все подготовил дровишки казан осталось за малым чиха тут говорит вообще супер блюдо сделаю хотя требуху я люблю в любом виде но произведение искусства от чихи это совсем другое это как минимум сто раз вкуснее я буду стараться подожди не нарезать их бензинчика сейчас я вам к салфеточку вот-вот-вот-вот без горючего ни одно движение идет произведение искусства не получается чиха рад тебя видеть чтоб в твоем доме всегда был как говорится рай чтоб царило все красивое вкусное еда была за столом хорошие люди а кто с плохими намерениями перешагивает калитку твоего двора пускай там же и споткнется ну и в лице тебя тоже самое желаю всем твоим зрителям друзьям по ту сторону экрана с хорошим человеком можно и куском хлеба посидеть конечно давай мурик за вас ребят или весь или мандарин не мясо много не скушает это лишнее будет хороший нож у тебя чиха режет ровно четко очень даже хороший нож чиха как требуху такой белой сделал хочешь скажу давай открой секрет кипятком обдаешь обчищаешь потом холодную воду после холодной воды на литр воды добавляешь столовую ложку соды и он чисто беленький становится он должен отмокнуть потом вытаскиваешь и пошел обязательно после соды надо промывать вот такой вариант приготовления очистки требухи она такая беленькая так хочется да и серий можно съесть и мы в общем жен нету сегодня с нами поэтому полная свобода у нас праздник контроля нету чисто мужской компания сейчас у меня на канале многие спрашивают мурат куда деваете потом столько еды готовить утят тоже будут это по-любому спрашивать я вам так скажу друзья еды никогда много не бывает всегда гости заходят друзья друзья соседи операторы то есть котики собачки и т.д. даже утром иногда встанешь крайне редко когда что-то остается да да ну в основном не остается ну лучше готовить много чем мало правильно ну да лучше пусть чуть останется чем его не хватит ну сегодня я думаю сегодня нам точно не хватит кстати друзья напишите тоже кто как готовит требуху может какой-то рецептик знаете интересные пишите в комментариях все комментарии чиха читает как бы читаешь конечно так и без это лайк тоже не забывайте ставить подписку от лайка и подписки ни у кого ничего не будет а нам приятно нам приятно дохода от них тоже нету никакого чихи как бы просто это ставя лайк внимание это во первых вы показываете что вам нравится то что делает чиха и во вторых это благодаря лайку увидят более много людей это видео кто-то скажет конечно и вы больше заработаете таки тоже попадаются но в россии youtube не платит поэтому как-то так ты получаешь что-то отдельно догонит еще дадут часа ну ничего жирненькая да очень очень сочная будет ну чиха ты уже картошечку до подготовил ну да гарнир одну же требуху не будешь кушать это точно сам чистил чиха сам конечно тоже будет чисто так мурик все готово я готов надо разжигать костер воду набрать и начинаем варить все чиха разгорелась так сразу на холодный казан до закладываешь на холодный казан закладываем и вот и водичку понял погода тоже хорошая стала идеальная погода варить сколько по времени больше хотя бы часик а там попробую а там попробую чё чиха лук лук до кинем чтобы он запах в себя взял после закипания минут пять воду поменяем новую воду и варим дальше понял ну как воду меняем я думаю показывать уже не надо да это все знаю все знают все понял ждем короче чтобы она закипела минут пять поварилась а грязную воду сольем и заменим водичку и погнали все правильно если честно я логически и логически и медицински о полный казан дай полочек развлечь чай тоже самовара чисто обязательно пошла вода в хаку так воду налил да налил налил что еще надо а самовар настойка требуха арома дыма плакали что снег пошел уже тает загораем точно воду налил обязательно у нас на кавказе так сперва воду сперва воду потом уже огонь а чё за чай чё за травы тут полный ассортимент а тут море как не знаю давай посмотрим начинает закипать уже дай зелененькую чтоб пенку убирать пенки и не будет а мы сейчас воду поменяем ну и пенку все равно надо убирать ну в принципе да мурик до того чисто приготовил отмыл да да даже пенки нету нормальной один жирок минут пять пускай прокипятится воду поменяем и еще раз и уже варим до готовности да варим до готовности обязательно ну и замечательно минут пять пускай кипит на поставь закрывать крышку или так так пускай кипит уже что там закипает чаек сейчас огоньку поддадим он закипит можно чайку пить а пламя хороший самовар у тебя ну чай не водка много не выпьешь один раз мы водку не пьем чих да да не пали так может водичку принести пока ну давай ведро воды принеси сольем давай давай и по новой водичку мы поменяли она уже у нас закипела налили по минимуму правильно понимаю чиха теперь мы ее просто томим да томим да и пока мы можем чай попить давай давай так теперь часик да ждем я так понимаю ага а там попробуем я думаю часа полтора нормально будет обжарка быстро пить мягенько ну хап да да хватит вот так да вот сюда прям на тряпку отличный чаек кстати чаями занимаешься че в продажу не пускаешь в розничную пустим давай че чаи хорошие надо все продегустировать чтоб потом не опозориться столько дегустировать устанешь ну амурик пробуй запах трав травы да разнотравия с зеленым чаем да я говорю чаями занимается закинь говорю хоть люди тоже будут пробовать а то сам пьет один ни с кем не делится я проверяю чаи чтоб потом не опозориться я же говорю конец января месяца мы стоим на улице чай пьем солнце светит только на кавказе такое это точно жарко уже если честно сейчас чай попьем и посолим я так понимаю вот эту вторую воду что мы чуть чуть налили в ней томим уже ничего не сливается все она испарится в его жире же да вот в этом что выделялся чай конечно не водка много не выпьешь что там солить будем давай будем солить кстати без сахара еще вкуснее ну правильно запахи все отдают да так посолили надо перемешать практически море гриш воды почти не осталось еще пол часика она вся выкипит и начнется обжарка понял в лучке да 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 обязательно чем больше лука тем лучше о тигр пришел заходи чиха чай хороший но чаем голову не обманешь правильно говорю друзья ну давай давай мориха держи чиха давай мориха за все хорошее за хорошую погоду чтоб такое солнце светило у всех в домах мандарина нету огурчики есть ну я поделюсь у тебя закуска на всякий случай есть в кармане всегда в кармане ха 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 кстати огурец самая лучшая закуска особенно малосольная или бачковой выкипает да литра полтора осталось как раз выкипеть не 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 ну не не Давай, подкинь, подкинь. Тихо, ты на маслозаводе работаешь что ли? Каждый раз новая упаковка. Стараюсь. И масла Мурик много не буду наливать, его жира хватит. Да-да, он сам хорошенько выделил. Возле костра все равно нормалек. Конечно нормалек. Солнышко чуть село, уже прохладно стало. Мурик, специи за тобой. Ты специалист по специям. Мне насыпать? Да, конечно. Тогда мне надо одну попробовать, сперва на соль. Будешь пробовать? Ох, какое нежное, даже ножни цепляет. Немножечко кавказской соли. Понюхай. Ах, с чесночком она. Офигенно. Так, также куркумы немножечко. Обязательно паприки. Красный молотый перчик. Кандари, его еще чебер называют. И ореховой приправы. Это приправа с грецким орехом. Вот так. И тщательно перемешать. Да, с твоего позволения чихо. Вот так мы его. Ой, какой я роднак. Давай, Мурик. Лук может? Мысли мои читаешь. Как раз, пока салат нарежем, все хорошо. Подойдет. И картошка. А, поставил, да? Да. Красавчик. Так, перчик. Чем больше лучка, тем лучше. И вот такая у нас бабушкина соль называется. Кстати, рецепт, как приготовили, чем пользуемся, все оставим в описании под видео. Когда вдвоем делаешь, быстро все получается. Это да. Добавим святанку, можно было майонез. Надо кушать экологически чистые продукты. Это надо было чуть раньше сделать, чтобы сок пустил. Я думаю, сейчас и так там все будет сочное. Да. Конечно. Готово, да, Чеха? Готово, готово. Снимать надо уже. Все, пойдем снимать. Урик, готов? Готов, готов. Я даже уже попробовал. Ах, какой запах. Аромат. Все. Все. Вот последний заход. Давай. Все, Мурик. Ну, вот такая красота у нас получилась. Ешь не хочу. Ага. Вот так. Что тут у нас? Картошечка. Картошечка, Мурик. Готово. Да. Сейчас. Ага. Сейчас будем ужинать. масло и зелень. Укроп, да, это у нас? Ага. Отлично. Опа. Вот такая красота. Картошечка. Рыбуха. Что, наливаем? Наливаем. Наливаем. Так. Сникерс. Аджика. Мурик, ты картошку, а я это. Накладывать имеешь? Да, да, накладывай. Так. Сколько тебе картошки? Парочку. Пусть стоит. Ого. Вот так. Картошечка. А что, только одну? Да, картошку я дома поем. Да? Да. А до этого больше насыплю? Не-не, хватит. Я еще салатик добавлю. Помочь? Давай. Раз уже я стою. Да я поухаживал просто. Да ладно. Не дает, говорит, у меня нет. В гостях буду ухаживать я. Хватит или еще? Еще? Может хватит? Не-не, витаминов побольше. Все, вот теперь хватит. Так. Теперь подальше немного. И это подальше немного. И это подальше. Вот так вот. Держи. Ну что, Мурик? Под горяченько? Под горяченько. Обязательно. Давай, ты у меня дома, ты говори. Я говорю, да? Ну я как бы у себя на канале всегда тихо. В первую очередь желаю друзьям по ту сторону экрана. Если ты не против, я точно так же обращусь к твоим друзьям. Почему против? Я тоже обращаюсь. Все. Тогда скажу коротко, ну с любовью. Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте богаты. Не болейте. Поддерживаешь чехол? Поддерживаю. Всего хорошего вам. При виде долго. Все запиваешь, да чехол? Я без этого не могу. Угу. 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 Сникерс. Один спрашивает, почему Сникерс. Ну это сыр домашний, кавказский. Он как Сникерс. Вкусный и незаменимый за любым столом. Угу. Мощный? Очень мощный. Я, если честно, проголодался даже. Блюдо не быстрое, но оно того стоит. Главное, к ужину успели. Конечно. Между первой и второй, как говорится, бутылкой. Это за столом, да? Да. А то я там оставлю. Мурик, что я могу сказать? Во-первых, спасибо тебе, что ты пришел. Второе, спасибо всем тем, кто нас смотрит. Здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Ни за какие деньги ни одно здоровье не купишь. Самое главное здоровье, а остальное все прибудет. Дело приходящее, уходящее. За вас, за тебя, Мурик. Спасибо, Ачиха. Спасибо, дорогой. Всегда рад приходить на такие поляны. Шутка, конечно. Я всегда прихожу, всегда рад. Давай. Попробую аджику. Вот, когда аджику попробуешь, скажи мне. Потом я тебе дам чего-то другое попробовать. О, она острая, что ты мне сказал? Я люблю острая, но тут... Ну, тихо. А? Сильно? Нормально, аж гланды прогрело. Попробовал? Да. А теперь вот это попробуй, Мурик. А, ну... Если понравится, в пялочку нальем. Ну, это я знаю, что такое. А ты попробуй. Это тузлук. Точно. Да. Кстати, знаешь, в России во многих городах тузлук называют этот... Ну, в чем засаливают. Рыбу, мясо. Это тоже, да, тузлук получается? В принципе, да. А это у нас такой соус тузлук называется. Кто не знает, сильная вещь. И самое лучшее готовится сметаной. Угу. О! Вкус детства. Ах... Чеснока, конечно, ты туда не пожалел. Ну, чеснок сейчас нужен. Зима. Все на самом деле очень вкусно, чихо. Ну, как говорится, хвалить туда-сюда не будем. Мы все прекрасно всегда пробуем твои блюда. Просто зрителям скажу, друзьям по ту сторону экрана, что все бесподобно, все вкусно, свежо. Спасибо большое. На здоровье, Мурик. Единственное, вот помочь хотел побольше, но не дал, говорит, ты у меня в гостях, поэтому... Да ладно, помог все равно. Ну, ну, старший, младший должен быть. Сейчас еще ребята подтянутся. Вау. Едоки, которые хотят покушать. Да, пускай с удовольствием кушать. А то постоянно жалуются. Готовишь, говорит, а нас не зовешь. Вот позвал, посмотрим. Правильно. Гостям в этом доме всегда рады. Че, чихо, не кушаешь? Ага. Три скоростные потом померзли. Обязательно. Ну да, если честно, жестокий мороз стоит. Аж целых минус один. Подмерзли. Подмерзли точно. Особенно к вечеру. Да. Так что сказать, Мурик. Спасибо всем, кто нас смотрит. И еще раз пожелаю вам здоровья, долгих лет жизни. Особенно кавказского долголетия, кто не с Кавказа. Побольше общайтесь, побольше дружите. Дружба и смех лучшего в жизни нет. Дружить надо. За вас, дорогие, за тебя, Мурик. И за всех, кто нас в будущем будет смотреть. Спасибо, чихо. Как говорится, чтобы еще сто лет сидел вот так старшим за столом, таким красивым. А вам, друзья, чуть-чуть добавлю, можно? Да, конечно. Вам, друзья, пожелаю, чтобы самый скромный стол вот такой был в каждом доме. Живите богато, не болейте, не болейте, не болейте. Это самое главное. Давай, дорогие. Пока, дорогие. Всем пока-пока, друзья. Мощная настойка. Хорошая. Не то, что чай на улице, да? Ну, чай вкусный, но много не выпей.